Парни, привет! Хотелось начать этот выпуск с фразы, идущей к победе, приветствую тебя. Сегодня будет очень мотивирующий выпуск о том, как зарабатывать деньги, достигать высот и побеждать. Готов? Тогда запасаемся чаем, плюшками, садимся поудобнее и поехали. Мы начинаем. Сегодня речь пойдет о том, как проданная корова и желание изменить жизнь сделали из обычного деревенского парня миллиардера. Миллиардера, создавшего крупнейшего автогиганта на планете. История компании Hyundai, чье название на самом деле читается по-другому, и из-за этого были целые баталии, о которых я расскажу позже, вы офигеете. Так вот, история этой компании вообще не была похожа на парадную лестницу в королевскую ложу. Это был адский трэш. Но дикое желание достигать успеха и умения принимать решения здравым смыслом, а не эмоциями, привели к тому, что в настоящий момент Hyundai является крупнейшим автопроизводителем в Южной Корее и четвертым в списке крупнейших во всем мире. Не дурно тогда, особенно для деревенского парня. Сейчас у большинства людей Hyundai Motor Company отождествляется в основном с компанией по производству легковых автомобилей. Но начинал ее основатель, сейчас внимание, будет интересно, с магазина по продаже риса. Название марки переводится как «современность». Этим компания намекает на то, что она и ее клиенты будут всегда в тренде. Под стать названию, собственно, и девиз компании. New thinking, new possibilities. Что в переводе звучит как «новое мышление, новые возможности». Я сейчас расскажу историю этой компании. И вы поймете, почему корейцы действительно имеют право и на такое название, и на такой девиз. Вообще, слово «хёндэ» большинством носителей русского языка читается неверно. Правильнее говорить не «хёндай», не «ху-юндай», а «хёндэ». В свое время, когда машины этого производителя начали активно продаваться на Западе, компания провела ликбез, целое обучение по произношению своего названия. Причиной послушало произношение окончания слова «дай», которое в переводе с английского означает «умирать». Ну, вдумайтесь, компания заморочилась и устроила международное обучение по правильному произношению названия, собственного названия, названия своего бренда. И это стоило вообще не 2 рубля. Но что касается России, то нас учи-не учи, мы сами знаем, как по-русски читается «хёндай». И пусть вообще радуются, что наш народ не придумал более обстоятельного названия фактически народному автомобилю. Итак, предыстория. В деревушке Асан, теперь это уже город, находящийся на севере нынешней Южной Кореи, в 1915 году родился мальчик Чон Джу Йон. Его родители живут бедно, но тем не менее как-то постарались обеспечить своему первенцу начальное образование. Как, собственно, и другие дети из окружения Чон Джу Йона, он мечтает о лучшей жизни. Едва ли он хочет влочить жалкое существование в далекой деревне на севере страны. Поэтому, когда ему исполнилось 16 лет, он продает корову. Корову своего отца. И отправляется в большой портовый город Сиул, расположенный на юге. Вот с этого момента вся история компании начинается. Там наш герой работает на строительстве железной дороги в порту, а после помощником в бухгалтерии. Подкопив немного денег, в 1938 году Чон Джу Йон открывает магазин по продаже риса. Через год страну захватывают японские войска, и ему приходится его закрыть. Чем он занимался во время оккупации, неизвестно. История Хёнде началась в 1947 году. Чон основывает строительную фирму Hyundai Civil Works Company и подтягивает к себе младшего брата, который хорошо знал английский. С его помощью он начинает заключать контракты с американскими заказчиками на строительство и ремонт зданий и различных коммуникаций. А почему, собственно, иностранцами? Ну, потому что они больше платили. И в 1950 году фирма, изначально состоявшая из, по-моему, 11 человек, уже представляет собой довольно большую компанию. И принимается решение о реорганизации в акционерное общество и смене названия на Hyundai Construction Company Limited. В 1956 году компания расширяет сферу своей деятельности до торговли, перевалки грузов, грузоперевозок и разработки месторождений, полезных ископаемых. В 1960 году она уже производит строительные материалы, а в 1962 Hyundai Construction признается номером один среди национальных строительных компаний страны. Тогда же, кстати, она получает лицензию на проведение различных электротехнических работ. Но ведь здорово для парня, который начал свой путь с продажи коровы в деревне. В 1965 году Hyundai выходит на международный рынок, получив контракт на строительство автомагистрали в Таиланде. Успешно сдав проект и зарекомендовав себя как надежного и компетентного подрядчика, компания, что делает правильно, постепенно начинает осваивать рынки Южно-Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. И в настоящий момент Hyundai Engineering Construction Company является одной из самых крупных строительных компаний в мире. А вы говорите, зачем папкину корову продал? Вот зачем. Поэтому, если у тебя или твоих родственников есть корова, продавай. Нет коровы, продай кота. От кота толку чуть меньше. Лидером мирового рынка, возможно, ты не станешь, но завоевать симпатию местных собачников во дворе вполне себе получится. Короче, дальше интересно. Производить тачки Hyundai стало в 1967 году. Осваивая новое направление, нужно было с чего-то начинать. Поднимать с нуля разработку и производство автомобиля. Это задача, которую тогда и в той ситуации было практически невозможно вывести. Поэтому целесообразнее всего было начать с лицензионного выпуска чужих моделей. Так как Южная Корея находилась в очень тесных отношениях с США, решено было работать именно с американскими автопроизводителями. Поэтому выбор пал на кого? Правильно, на лидера большой тройки. Компанию Ford. Первыми моделями, сошедшими с конвейера, были Ford Cartina и Ford Taunus M20. Ford Cartina — это автомобиль компакт-класса с двигателем объемом 1,2 или 1,3 литра. Выпускался с 68 по 82. Taunus — это уже бизнес-класс с двигателем объемом 2 литра. Выпускался с 69 по 73. А уже в 78 году, после некоторого перерыва, вместо Taunus на конвейер встает Ford Granada, при виде которого лично меня начинает коротить. Ведь он, как две капли воды, похож на Audi 80 и, правильно, на наш замечательный «Москвич» 2141. Он же «Олека Москвич», он же «Космич», он же «Прорыв» отечественного автопрома. Уникальная разработка российских дизайнеров и инженеров. К слову сказать, 41-й «Москвич» — реально прикольная живая тачка. Легенда, с которой связано детство многих, кто родился в 84-85 годах. Например, у меня в гараже до сих пор стоит серебристый 41-й «Москвич» с уфимским двигателем 1,7. Что-то меня унесло в сторону. Короче, ностальгировал, хватит. Хватит, поехали дальше. Возвращаемся к америко-корейцам. В 1986 до 1986 года на заводе в Корее собирали «Форд Гранада» с двигателем V6 объемом 2 литра и мощностью аж целых 90 лошадиных сил. В 1972 году правительство Южной Кореи сообразило, что было бы хорошо развивать в стране свою автопромышленность. И не откладывая в долгий ящик, дало право заниматься автостроением только четырем компаниям, в числе которых был правильно — Hyundai. Причем право производить автомобили заводы получали с тем условием, что к 1980 году объем производства достигнет минимум 50 тысяч машин в год, а локализация составит минимум 91%. А как мы уже знаем, Hyundai уже потренировался на американцах в производстве авто, поэтому руководством компании Hyundai было решено спроектировать собственную модель. История создания собственного модельного ряда корейской компании начинается с Hyundai Pony. Хоть модель и позиционировалась как машина для рабочего класса, для разработки этого авто были приглашены ведущие европейские специалисты. В частности, дизайн рисовал сам Джорджетто Джуджаро из известной студии ItalDesign. Hyundai Pony — это заднеприводный автомобиль субкомпакт-класса с двигателем объемом 1,3 литра. Просто посмотрите. Он выпускался с 1975 по 1990 год. Первая модель имела просто ошеломляющий успех. Объем продаж кратно превосходил все ожидания и прогнозы руководства. Это позволило через 10 лет разработать и запустить производство сразу трех новых моделей. XL, Stellar, он же Sonata и Grandeur. С названием последнего корейцы не особо заморачивались. Большая машина, окей, назовем ее Grandeur. Что с французского означает большой. Все гениальное просто. И так в Hyundai все, что касается позиционирования. Просто и честно. В двух словах про эти тачки. Hyundai XL — это переднеприводный автомобиль субкомпакт-класса. Такой прародитель Hyundai Solaris. Выпускался с 1985 по 2000. Первый из всех автомобилей, который экспортировался в США. Hyundai Stellar — это среднеразмерный заднеприводный автомобиль, построенный на платформе Ford Cartina. Неудивительно. Выпускался с 1983 по 1992 год. Экспортировался в основном в Канаду. И Hyundai Sonata — это среднеразмерный переднеприводный автомобиль, созданный на базе Stellar. Выпускается до сих пор и с 1998 года экспортируется в США. Ну и финальный огромный Hyundai Grandeur — переднеприводный автомобиль бизнес-класса, выпускающийся с 1986 года, тоже до сих пор. Экспортируется, по-моему, везде, кроме Европы. В настоящее время модельный ряд компаний состоит из, в зависимости от региона, 15 автомобилей. Среди которых есть и представители абсолютно всех классов, начиная от маленьких хэтчбеков от А-класса и до представительских седанов. Есть кроссоверы, короче говоря, все, что душе угодно. А, кстати, в 1980-1989 году компания самостоятельно разработала свой первый двигатель. До этого момента в моделях использовались силовые агрегаты Ford, Mitsubishi и Chrysler. Первый двигатель получил наименование «Альфа» и имел объем в полтора литра. А в 1991 году Hyundai разработал свою первую собственную трансмиссию. Тогда же для увеличения продаж в США решено было расширить гарантийный срок до 10 лет или 100 тысяч миль пробега. Это порядка 170-180 тысяч километров. Убедительно, правда? В 1998 году Hyundai Motor Company поглотила разорившийся Kia Motors. И с тех пор Hyundai и Kia входят в огромный конгломерат Hyundai Group. Логотип. И тут снова чудеса сложного многоуровневого маркетинга. История логотипа Hyundai не так увлекательна, как история самого бренда. Изначально вообще никакого логотипа не было, потому что на лицензионных Ford'ах просто писали Ford. Ну а первый логотип появился, соответственно, на первом собственном дещи компании в 1975 году на модели Pony. Лого был до безобразия простым, потому что там было всего две буквы. H, D. Hyundai. Логотип в том виде, в котором мы привыкли с вами видеть, появился аж в 1991 году. В связи с тем, что буква H уже использовалась в качестве лого у японской Hyundai, дизайнеры Hyundai немного стилизовали ее, отрисовав букву под наклоном. На официальном сайте компании есть примечание о значении логотипа. Может показаться, что логотип Hyundai — это первая буква нашего названия. Но это еще и символ двух людей — компании и клиента, которые жмут друг другу руки. Вместо заключения я вот что хочу сказать. Еще много расскажу в наших выпусках про классные тачки, про разные бренды. Говорить про Hyundai тоже можно много. И я считаю, что это на самом деле достойный концерн, который создает достойные автомобили. Есть одно пожелание — исправить недочеты в нескольких линейках двигателей. И тогда, я думаю, будет вообще бомба. Ну а нам с вами я желаю достойных побед и достижений, ведь нам есть для кого все это делать. Это наши семьи, наши близкие, наши дети. Жизнь — это движение. Поэтому хорошей вам скорости и плавного прохождения поворотов. С вами был Евгений Денисов. Подписывайтесь, как всегда ставьте лайк, не жмитесь и тапайте на колокольчик. Это только начало. Ну давай текст. Текст, я жду тебя. А может быть и нет. В любом случае я пропустил текста кусок. Ладно. Это, собственно, начало нового. Таунусу на конвейер встает... Да, все отлично. Грандер. Хюндэй.